Я приглашаю коллегу Астер Базилио де Сильва Лима, тоже Институт русского языка имени Пушкина. Астер – магистр Института русского языка имени Пушкина, аспирант Литературного института имени Горького, резидент Дома творчества Переделкина, писатель, поэт, переводчик русской литературы на португальский язык, соавтор YouTube-канала «Мороз и солнце». Здравствуйте! Здравствуйте всем! Добрый вечер! Как и говорят в России, я попал в Малину, у меня вокруг много девушек. Я из Бразилии, тоже поэт. Я хотел быть переводчиком русской поэзии, поэтому я решил приехать в Россию, чтобы изучать русский язык. Я получил стипендию на обучение в Петрозаводске, и там я учился на подготовительном факультете, изучал русский язык, но у меня сразу возник интерес к литературе. Однако я столкнулся с несколькими проблемами. Во-первых, трудно найти, что читать. Я знал несколько современных писателей. Сорокина, Прилепина, Улицкую. Я подошел к преподавателю с таким энтузиазмом, он не согласился с моим выбором, и предложил читать Чехова, и одновременно слушать аудиокиню. Во-первых, я так и сделал, но они считали в видео очень быстро, и я не успевал одновременно слушать и следить за текстом. Во-третьих, в тексте было много неизвестных меняя слов, которые я не понимал. Я заметил, что с таким подходом у меня вообще мало результата. Потом я поступил в магистратуру в институте Пушкина, и там начал изучать, как преподавать русскую литературу иностранцам. Во время обучения я замечу, что важно понимать не только слова в тексте, но и культуру. Например, если вы не против, я расскажу личную историю. Когда я приехал в Россию, я начал пользоваться тиндером, и там практически все девушки писали, что в кавычках «я первая не пишу». И одна из этих девушек объяснила, что Татьяна научила нас не писать первой. И еще институт Пушкина показал мне, что не только текст, но и по странам в России связан с литературой. И после я и стал обращать на это внимание. К примеру, аэропорт имени Пушкина, метро по фамилиям писателей, улицы, реклама. В институте Пушкина я познакомился с Аримой. Вместе мы создали канал для таких иностранец, как я был, которые хотят знать литературу и хотят ориентироваться в ней. Итак, как наш канал может помочь иностранцам? Первый мы выбираем текст. Мы читаем и прозу, и поэзию. В прозе мы даем отрывок из произведения. Кто заинтересуется, можно читать самостоятельно дальше. В поэзии мой текст читаем целиком. Обращаем внимание на интонации произношения. Например, спустя несколько лет жизни в России я понял, как произносить простое слово «привет». Благодаря тому, что я читаю Есенина, и там есть стихотворение, на котором рифмуется такое слово «привет» и «свет». Второе мы читаем не так быстро, как каждому видео есть субтитры, и есть PDF-файль с текстом. Третье мы комментируем все слова, которые могут быть трудными для иностранцев. Четыре, через текст мы объясняем культуру. Например, то, что у русских есть в других церковных имена и что такое именины. Пять, наконец, рассказываем о постранстве, где нас окружает литература. Например, у нас есть подкасты для уровня А1, А2 о московском метро. Станция Лермонтовская, Достоевская, Маяковского. Мне очень благодарен быть с вами и тоже прошу, что вы смогли бы быть с нами в «Морозе и солнце», читая, рекомментируя русскую литературу. Спасибо. Продолжение следует...